Белая армия, джон и барон, Снова готовят астанский джон. Австралия. Небольшой городок Малумбимби. Уже четыре года мужской хор местной самодеятельности исполняет русские патриотические песни. Белая армия, все сильнее. Эта песня у австралийцев – гвоздь репертуара. Послушать её собираются не только местные жители. Сюда приезжают люди из разных уголков страны. Популярность российской армии в последние несколько лет резко пошла в гору и не только у нас в стране, но и за рубежом. Эти кадры многих растрогали до слёз. Малыш на военном параде в Москве простоял вот так более получаса. И всё это время приветствовал проходящих мимо солдат. Сегодня Россия снова может гордиться своей армией. Военные доказали это в Сирии. Оружие, сделанное в нашей стране, остаётся лучшим в мире. Но российская марка – это не только ракеты «Булава» и знаменитая водка. Самое невероятное открытие. Ну, например, способ охлаждения атмосферы планеты Венера. Не американский Голливуд. Зачем звёзды фабрики «Грёз» разыскивают своих русских бабушек и дедушек? Да все гордятся. Все буквально. Никто бы там не искал своих предков, если мне это было не нужно. Чудаки на виражах. Как дотянуть машину до сервиса на газировке? Наши вездеходы – самые вездеходные на свете. Всё приходится делать своими руками. В каждой деревне есть свой местный кулиган. Почему японцы плачут от восторга? При виде российской фигуристки Евгении Медведевой. В чём секрет популярности бьюти-советов от советских бабушек? Набираем муку и натуральным ингредиентом мажем, мажем, растушевываем, чтобы личико было гладкое. Зачем иностранцы массово скупают билеты на игры Марии Шараповой? Самые дикие эксперименты на себе. Нам надо культивировать русскую дикую мысль. Почему американские генералы боятся честных соревнований? Шутки шутками, а Пентагону действительно страшно. Западные военные оценили российскую армию. Если бы русские захотели, то в Сирии и воробьи бы пешком ходили. И откуда у нашего оружия такие весёлые имена? Нашим людям ведь свойственный юмор. И мы с юмором относимся даже и на войне. Россия дала миру множество замечательных вещей. От ледоколов до кукольной мультипликации. Сделано в России. Это невероятные машины и корабли, от дизайна которых у иностранцев взрывается мозг. Крамы, которых в мире больше нет нигде. Гениальные плоды инженерной и творческой мысли наших соотечественников, которыми по праву можно гордиться. Сделано в России. Сегодня в засекреченных списках. Очень много. Еще не знаешь, что такое кэшбэри? Да это же самая простая и самая эффективная система взаимного кредитования. Здесь ты можешь с лёгкостью взять деньги в долг или дать их взаймы, под проценты. Я сам инвестирую здесь уже достаточно давно и зарабатываю на этом неплохие деньги. Хочешь зарабатывать так же? Тогда переходи по ссылке в описании и регистрируйся на кэшбэре прямо сейчас. С нами просто и прибыльно. Теперь у нас есть оружие, которое может превратить в камикадзе любого врага. Ударные и оборонительные системы на новых физических принципах. Тут и крылатая суперракета с ядерным двигателем. И её гиперзвуковая коллега. И подводный беспилотник, способный спрятаться в мировом океане от любого преследования. Кинжал. Самая быстрая на свете ракета, способная нести ядерный заряд и атаковать противника, самостоятельно меняя курс и учитывая рельеф местности. Несмотря на скептицизм западных СМИ, российские военные эксперты смело утверждают, с появлением кинжала вся американская система ПРО попросту теряет смысл. Противоракеты США не в состоянии помешать нашему гиперзвуковому удару. Там используется не керосин с кислородом, как раньше, а принципиально новое топливо. И температура на выходе из сопла достигает плазменных показателей. И у американцев в плотных строях атмосферы эти двигатели сразу сгорают. У них нет этой защиты. Некоторые разработки настолько новые, что у них даже названий пока еще нет. Так что Минобороны объявила конкурс. Россиян попросили придумать имена для нового боевого лазера, ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем и подводного беспилотника. Недавно конкурс завершился, и новейшее российское оружие получило свои названия. Теперь ракета станет буревестником, лазер — пересветом, а хитрый подводный аппарат — посейдоном. Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства обороны. И ничего удивительного в названии этой смертоносной техники нет. Ведь уже ни для кого не секрет. Российские военные — люди с юмором. Дрель, пион, буратино, ворчун, утенок, нахлебник, змей-горыныч, зверобой. Именно так звучат названия самых быстрых в мире ракет. Мощных бомб, маневренных самолетов и современных РЛС. На седьмом месте засекреченного списка — сверхоружие, которое могли сделать только у нас. Традиция давать русскому оружию необычные, остроумные и даже кокетливые имена появилась во время Великой Отечественной. Первым стал реактивный комплекс БМ-13 «Катюша». А когда артиллеристы получили мощную самоходку ИСУ-152, к ней тут же приклеилось имя «Зверобой». Импортные звери не могут устоять перед нашим снарядом. Это то, что зоопарк вражеский укладывало на раз-два. И началось. Тяжелая гаубица Б-4 стала кувалдой. Самолет Ил-2 — летающим танком. Истребитель И-16 окрестили Ишаком. А пикирующий бомбардировщик П-2 — пешкой. Мы с юмором относимся даже и на войне, и шутки, и песни, и анекдоты. Это все присутствует. А те, кто испытывал на себе мощь нашего оружия, давали ему другие имена. Русские «Катюши» называли «сталинскими органами». В Корее и во Вьетнаме придумывать имена пришлось уже американцам. И штатовские летчики, которые панически боялись встречи с 15-м мигом, прозвали его «Ястребом». Наши артиллерийские системы — настоящий цветник. Тут и пионы. И гиацинты. И тюльпаны с хризантемами. Ракеты и бомбы тоже сплошной позитив. Молодец. Ласка. Дриль. Радиолокатор и тот назвали стюардессой. А вот на Западе сплошные драконы, удары, уколы, вулканы и дубинки. Да что там говорить, если даже наручники в России называют нежность. «Буратино жжет». Что это? Толстый троллинг или тонкая ирония? Об этом через несколько минут. Далее в программе. В военкоматы выстроились очереди призывников. Почему косить от армии теперь стало немодным? У нас даже если хлеба нету, автомата нету, патронов нету, и мы просто перегрызаем кадык и побеждаем. Дадут ли Памеле Андерсон российское гражданство? Мне нравится приезжать сюда, в Россию. Много поколений назад в моей семье по линии мамы были русские. Огород будущего. Новейшие разработки наших биологов. Идея выращивать растения в земле, она уже давно устарела. Фанера, брусочки и Хабаровское болото. Почему патриот на лабутенах – это всегда круто. Ну вот, и грязь на улице минус 20, а в болоте вода. Да, забавные птички, нахлебник и летающая дрель. Какие еще сюрпризы мы приготовили нашим западным партнерам? И где они, эти хваленные вояки? Топ-7 гениальных изобретений, сделанных в России. Прямо сейчас. К середине 50-х годов прошлого века веселые названия уже не были просто полевыми прозвищами. Официальные имена оружия и техники начали давать еще на стадии разработки. В этом тоже была некая хитрость. Попробуй-ка разберись, что это за пион такой? И почему Буратино выжигает все вокруг? Название сбивает с толку. Западным разведкам приходилось ломать голову, чтобы выяснить настоящие возможности очередной белки или шелуна. Этот лазер способен выводить из строя оптические системы любых спутников. Пошутили так наши военные, но все-таки его функции сжались. Уже той отдачи не получается. А вот еще одна новинка — беспилотник «Сова». Размах крыла 28 метров, потолок 20 тысяч. Летит «Сова», используя солнечную энергию. При этом может находиться в воздухе столько, сколько нужно. Этот низкоорбитальный спутник отлично подходит для воздушной разведки. А еще у «Совы» есть родственник — «Аист». Это тоже солнечный стратосферный беспилотник. А вот наш коршун. Он может и когти показать. Ведь это Ту-300 — тактический ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный в ОКБ имени Туполева. Предназначен не только для наблюдения, но и для уничтожения наземных целей. А это еще более мощный аппарат — ударник. Но обратите внимание, он именно ударник, а не удар, не тумак и не хук. Ведь ударник — это тот, кто просто хорошо делает свою работу. Согласитесь, красиво. Все зависит от народного фольклора, от солдатского, точнее даже, фольклора. Этот солдатский фольклор, он очень умный и очень тонко подмечает те основные качества, которые присущи нашему оружию. Для борьбы с танками — авиабомба-дрель. Прекрасный вариант. Этот всепогодный планирующий боеприпас наводится на цель с помощью спутника. И он в тысячу раз дешевле классической ракеты «Воздух-Земля». Но чем не дрель? А это комплекс разминирования, который и минное поле обезвредит, и укрепленный подземный бункер разнесет в клочья. Установка называется многозначительно «Змей-Горыныч». А тяжелые огнеметы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1М «Солнцепёк» зададут врагам жару. Конечно, это название, собственно говоря, просто в шутку такое-то, оно не соответствует тем задачам, которые решаются. Мы никогда не видели «Буратино», который бы сжигал целый квартал. Что касается «Солнцепёка», здесь уже ближе к истине. А вот боевые роботы «Соратник» и «Нахлебник». Первый своими ракетами легко разрушает бетонные стены. А второй, вооружённый пулемётом, прикрывает наступление бойцов спецназа. Оба аппарата созданы концерном «Калашников». Новый танк на колёсах, который вскоре появится в России, уже получил имя «Бумеранг». А это наш танковый биатлон. С 2013 года в России с размахом проходят самые зрелищные соревнования боевых машин и экипажей. Они сразу полюбились и зрителям, и самим военным. Прекрасная возможность показать свою выучку. Вот только американские и натовские военные к нам приезжать боятся, хотя их постоянно приглашают. Немецкий генерал в отставке Харальд Куят, получивший известность как автор реформы вооружённых сил ФРГ, очень лестно оценил силу российской армии на примере сирийской кампании. У России абсолютное превосходство в воздухе. Без разрешения русских там никто не летает, ни немцы, ни американцы. Если бы русские захотели, то в Сирии и воробьи бы пешком ходили. Да, настолько сильно русские доминируют в воздушном пространстве. Это означает, что единственное государство, которое может закрыть воздушное пространство в Сирии, — это Россия. Но главная сила нашей армии даже не в современном оружии, которого боятся на Западе, а в моральном духе российского солдата, его смекалке, стойкости, фантастической выносливости и, конечно же, юморе. Воспитание солдата как творческого человека, оно и помогало нам выпутываться из сложных ситуаций, побеждать малым числом. Наши офицеры говорят, пока солдат может смеяться, он жив, а значит, готов защищать родину. Поэтому наших военнослужащих стараются не наказывать вот за такие развлечения. Или за такие. А уж какие песни они поют, вышагивая строем. Возможно, названия техники и оружия кому-то могут показаться несерьезными. Зато их возможности впечатляют. И главное, все это сделано в России. Далее в засекреченных списках. Где в России живут самые добрые люди? Там самые большие морозы, но там люди с самыми горячими сердцами, с самыми открытыми душами. В чем секрет русского кулибина? Изобретает одно, а получает другое. Попов, на самом деле, был спиритом. Он изобрел радио, поскольку он хотел общаться с мертвыми. Каких трех слов хватает Стивену Сигалу для путешествий по России? Че, б***ь. До свидания. Что нам снег, что нам лед, когда под рукой 10 тысяч саморезов? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. А Бонапарт-то грязный? Почему Наполеон добрался до Москвы не при параде? Небольшое количество хороших дорог, а все остальное направление. На случай войны, чтобы противник не мог пройти. Прямо сейчас в засекреченных списках самые невероятные изобретения из обычного гаража. И все это сделано в России. Оставайтесь с нами. Над качеством российских дорог еще 200 лет назад иронизировал Николай Гоголь, задаваясь вопросом, а дотянет ли колесо на бричке Чичикова до Москвы? С той поры дорог стало больше. Да и качество их, как ни крути, но улучшилось. Правда, не везде. Вот и приходится русскому человеку применять смекалку. Весной или осенью вытягивать из грязи и себя, и машину. Давай, 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 давай! Нырять в воду и не тонуть. Все, шлифанул. А летом, изновая от жары, пробираться по расплавленному солнцем асфальту. Легендарную фразу «В России нет дорог, есть только направление» в 1812-м произнес Наполеон Бонапарт. Во время неудавшегося покорения России его армия утопала в непролазной грязи. С тех пор плохие дороги стали еще одним нашим тайным оружием. Все завоеватели, приходившие к нам с мечом, сталкивались с проблемой, имя которой — русские дороги. Продвижение войск останавливалось, что давало нам, привыкшим к таким тропам направлениям, необходимую передышку. В засекреченных списках о самых непроходимых направлениях нашей страны и тех, кто не боясь ни жары, ни холода, ни дикого зверя, наматывает на спидометр тысячи километров бездорожья. Причем с удовольствием и без особых затрат. На шестой строчке списка — русские дороги и бесстрашные автолюбители. Вот так, на первый взгляд, невзрачная «шестерка» превращается в танк. Этот новосибирский автолюбитель придумал, как покорять ледяные дороги. Своими руками он сделал боевую резину. В обычные покрышки вкрутил более десяти тысяч саморезов. Все нормально, все дошиповали, все обалденно новыми саморезиками, именно вот этими, которые толчат здесь примерно миллиметров, наверное, на 10. Проклеил колеса изнутри армированным скотчем, поставил камеры, сел и поехал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нифига себе! Оказалось, что на таких боевых шипах старенькая жигулевская классика спокойно обставляет на льду современные иномарки. Вот это прям вообще, прям, блин, держащище! А вот так вместо колеса можно использовать дерево. Важно только покрепче его привязать. Но в какой еще стране мира автолюбителю может прийти в голову такой вариант запаски? А ведь так можно не просто доехать до ближайшего шиномонтажа, но еще и груз дотащить. Но если бревна под рукой нет, наши водители все равно найдут выход. Например, вот такой. Детские санки тоже вариант. Так же, как и бутылки с газировкой вместо запаски. Гонять на таком колесе, конечно, не получится. Но не спеша дотянуть несколько километров до автосервиса вполне. Все приходится делать своими руками. Поэтому практически в каждой деревне есть свой местный кулибин, который может что-то починить или изобрести. Даже западные эксперты вынуждены признать. Российские водители отличаются потрясающей смекалкой и умением пустить в дело неожиданные приспособления. Большинство российских чудовездеходов вовсе не промышленные образцы. Многие из них родились в гараже. Из подручных, старых, выброшенных за ненадобностью запчастей, часто из явного хлама. Трехколесный глухарь собрали буквально на коленке. Колеса низкого давления получились из-за бодранных покрышек для ГАЗ-66. Вилку и раму позаимствовали у старого мотоцикла. Двигатель от китайского мотоблока. Всего 6,5 лошадиных сил. Но глухарь прекрасно преодолевает и грязь, и глубокий снег. А вот похожий вездеход на базе Урала спокойно передвигается по непроходимому лесу, с легкостью преодолевает препятствия и даже плывет. Ну а этот вездеход-квадроцикл вообще собран на базе бензопилы. На нем можно и доски пилить, и с бездорожьем справляться. Все, что нужно – переставить руль и перекинуть пару железяк. Изобретают очень интересные вещи. Часто можно увидеть мотоцикл с коляской, у которого дутые колеса низкого давления, они перевязаны такими ремешками, чтобы, то есть там нету шины вообще, именно для того, чтобы двигаться по болоту. А в Хабаровске местные кулибины поставили УАЗ на внедорожные лабутены. Точнее, на придуманный ими же гусеничный трак. Вот это конвейерная лента, это фанера, кусочки из фанеры. То есть саморезы здесь прокручены, и вот с этой стороны саморезы. В новой обувке «Патриот» прекрасно справляется с рыхлым глубоким снегом. Но дает осичку, попав в болото. Ну вот, и грязь на улице минус 20, а в болоте вода. Ага, вот он, вот он минус, пробуксовывает резина. А этой вазовской восьмерке, которую хозяин превратил в вездеход, болота, похоже, не страшны. Давай, давай, езжай! Двигатель тут родной, на полтора литра. Самое сложное в конструкции – колеса от Краза со снятым скальпом. Теперь вместо 120 килограммов они весят всего 40. Какая машина признана самой проходимой в мире? И почему она не может проехать по идеальной трассе? Об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами. Далее в программе. Святая и загадочная Русь. Почему в нашей стране исполняются все желания? Все места русские являются святыми местами. Какой русский режиссер научил американцев снимать кино? В Голливуде наших старых мастеров уважают больше, чем у нас в России. А у нас в деревне танк. Как превратить обычную восьмерку в самый брутальный вездеход? Комфорта мало, зато прет везде. О советских инженерах, которые опередили время. Он имел, конечно, очень странный вид. Такой вот полусгнивший, полуразвалившийся. Два винта и никакого волшебства. В России снова делают шняка болотохоты. Это техника, которая удивила весь мир. Она может ехать. И вперед, вперед. И боком вперед. И главное — короли бездорожья. Или почему организаторы райли-рейдов мечтают избавиться от российских КамАЗов. Только в засекреченных списках. Сделано в России. А вот так выглядит небольшой танк на базе все той же восьмерки. Подвеска состоит из трех колясок, снабженных амортизатором и пружиной. Гоняет этот вездеход на впечатляющей скорости. В деревне, где дороги не чистят, такие самодельные машинки умельцы приспособили для уборки снега. А вот чего можно добиться от уазовской буханки, если вместо колес поставить гусеницы. Этот вездеход не просто игрушка. Он рабочая лошадка. Спасает поля от вредителей. Наши буханки пользуются большим спросом в Японии. Правда, не за свои ходовые качества, а за минимализм. За границей цена аналогичных машин доходит до 70 тысяч долларов. В России же создание вездеходов, как правило, обходится минимальными затратами. Этот монстр тоже собран из старых запчастей. По словам владельцев, его автомобиль ничем не напугаешь. На нем где бы ни ездил, едешь, вроде бы кажется, грязь. Начинаешь проезжать, кажется, уже грязи нет. Посмотрите, как играючая машина справляется с небольшим болотцем. А ведь у нас славная история. Еще в СССР мы делали лучшие машины для покорения бездорожья. Пожалуй, ни одна страна в мире и не задавалась целью, и не имела возможности создавать такую удивительную технику, такие вездеходы. На самом деле, единственное, что им не подвластно, это полет в небе. Фундамент, заложенный советскими инженерами, оказался настолько прочным, что и сегодня многие западные компании используют эти разработки. Мнение, что отечественный автопром всегда был отсталым, ошибочно. Просто наши конструкторы строили машины для покорения препятствий. О комфорте и удобстве думали в последнюю очередь. Если вообще думали об этом. Самое удивительное, что в нашей стране конструкцией этих автомобилей занимались не только мужчины. ЗИЛ-167Э создала женщина Андреева. Она входила в состав конструкторского бюро. Мне кажется, все-таки женский вкус здесь очень хорошо сработал. Брутальность машины наяву. Зато сама техника была невероятно надежной. Исследователь Севера Леонид Круглов вспоминает. Однажды ему спас жизнь старый советский вездеход, который лет 40 назад бросили в тундре геологи. Когда японские катера отказались работать, путешественники починили старичка и добрались до места. Он имел, конечно, очень странный вид, такой вот полусгнивший, полуразвалившийся. Но он, на самом деле, он и проплыл часть пути, и прошел по какой-то полнейшей глине, болотам и так далее. Современная российская вездеходная техника также держит марку. Знакомьтесь, монстр бездорожья. Уникальная машина «Витязь». Этот богатырь может плавать, преодолевать снежную целину, болото. Крутые подъемы высотой в полтора метра. А ведь его вес — 30 тонн. И еще столько же он может взять на спину. Сегодня существует несколько десятков модификаций этого вездехода. Через это болото не проберется никто, кроме «Витязя». А это «Синяя птица» — трехосный полноприводной плавающий автомобиль. Он был создан в 1971 году. Но только в 90-х информация о нем была рассекречена, и мир узнал, что вездеход предназначался для поиска и эвакуации приземлившихся космических экипажей. На огромных колесах обязательно низкая, для того, чтобы центр тяжести был у нее низко, чтобы она при наклонах сильных не переворачивалась. И такие машины, конечно, едут колоссально по болотам. Они просто как по асфальту там проезжают. Но всех своих собратьев заткнет за пояс вот этот вездеход. Точнее, шнекоход. Тут используются два винта «Архимеда», расположенные по бокам. Движители сделаны из прочного материала, а корпус из легкого стеклопластика. Там, где вязнут колеса и гусеницы, самоходная мясорубка уверенно двигается вперед. Эксперты говорят, проходимость такой техники почти абсолютная. Единственное покрытие, которое ему не подходит — асфальт. Шнекоход его просто разгробит. Она способна, во-первых, преодолевать любые топи. И самое удивительное, благодаря конструкции движителя вот этих винтов она может ехать и вперед, вперед, и боком вперед. Достаточно только определиться самому водителю, который сидит за рулем. В России после 30-летнего перерыва возобновили производство таких машин. А это знаменитый Кировец. Его прозвали королем бездорожья. Да и обычные отечественные грузовики всегда давали бой природе. Не в пример западным аналогам. Еще одна гордость России — КамАЗ. Эти машины и сегодня безотказно работают в жестких условиях севера. А еще они на протяжении 20 лет — безоговорочные лидеры всех ралли-марафонов Дакар. Мы брали золото 15 раз и почти всегда занимали призовые места. Даже легковые автомобили во всем мире наши ценятся. Вот на Ближнем Востоке, на Кубе, еще где-то. Они служат по 30-40 лет. Ремонтируются руками, не нужны никакие приборы, компьютеры и так далее. Достаточно, собственно говоря, иметь голову и руки. В России полтора миллиона километров автодорог. Это колоссальная протяженность. И большинство в районах с суровым климатом. Сделать эти дороги идеальными невозможно. Но не держится асфальт на вечной мерзлоте, какие современные технологии не применяют. Вот и приходится русскому водителю работать головой. Придумывать необычные машины для покорения отечественного бездорожья. Причем все это наши кулибины делают на коленке. Из того, что есть под рукой. Да и российские инженеры от умельцев-любителей не отстают. Ведь именно в России созданы самые мощные вездеходы. Российские короли бездорожья, которым в мире равных нет. На шестом месте. Дальше еще интереснее. Далее в засекреченных списках. Уникальные места России. Для здоровья, богатства и семьи. Почему они популярны у иностранцев? Псковский добряк. Как он помогал русским полководцам? К нему приезжал Александр Невский, Иван Грозный. Что читает на ночь взрывная блондинка? Она очень прекрасно знает историю. Особенно все по Екатерине. Это ее кумир. Но она прочитала больше книг о ней, чем я. Что русские жгут на масленицу вместо чучела зимы? И почему эти обычаи шокируют иностранцев? Это право, по-на-де-борщикам! 70 лет советской власти. Отчего они уберегли Россию? Даже я не понимаю, отстали ли мы. А может быть мы, наоборот, миновали какого-то чудовищного, ужасного, всеразрушающего периода. А прямо сейчас, как американцы играли в русский спецназ? За спецназ! Топ-5 невероятных вещей со знаком качества. Сделано в России. Так может только русский. Видео с таким названием собирают миллионы просмотров сети и неизменно шокируют иностранцев. Ведь только русский водитель может возить груз в прискочку, не потеряв ни единого полена. Сделать противоугонку для дорогого джипа из обычной цепи. Вытолкать незнакомца из грязи и радоваться, как ребенок. Да что там внедорожник? Наши люди целый самолет могут подтолкнуть, если потребуется. Это видео иностранные пользователи соцсетей назвали русское безумие. Они же не знают. Русский силач Эльбрус Нигматуллин может один даже электричку буксировать. Если бы люди не были дружелюбны, если бы мы друг друга не поддерживали, то мы бы в таких суровых условиях не смогли выжить. В этом, собственно, наш секрет. Он вокруг этого куста запутался, во-первых. Только наши дачники могут не раздумывая спасти животное. Просто мы так любим братьев наших меньших, что даже коров возим, как детей, на заднем сиденье. Но для боевого коня русского богатыря только пассажирское кресло. И подпись под видео «Русские жгут». А ведь иногда мы жжем в прямом смысле слова. На Масленицу москвичи спалили не чучело зимы, а чучело вада – Всемирного антидопингового агентства. Поистине с русским размахом и великодушием. В чем секрет загадочной души русского человека, которого иностранцы во всем мире называют «грэйзи рашен»? За смекалку, граничащую с безрассудством. За безумный героизм и детскую беспечность. «Русский дух» на пятом месте за секреченных списков. Недавно солдаты НАТО потребовали включить в их боёк пиццу и Кока-Колу. Мол, без привычной еды ухудшается боеспособность. И Совет Североатлантического Союза пошел им навстречу. Буря в пустыне операции американцев была задержана на несколько месяцев. Знаете, по какой причине? Потому что кондитерская промышленность не справилась с заказом Министерства обороны и не успела сделать тугоплавки и шоколад. Любопытно, по нормативам Альянса, войска которого уже вплотную приблизились к нашим границам, в бой с русскими можно идти только с шестикратным превосходством. То есть шесть солдат НАТО на одного нашего. Огромное количество ресурсов, которые есть в НАТО, недостаточно для того, чтобы победить Россию. Российский моральный дух нашей армии, он формируется по другому принципу. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Принцип другой. Отстаивать интересы своей семьи, отстаивать интересы своей родины. А пока американские подростки пытаются повторять трюки российских десантников... Чувак, ты в порядке? Да у тебя шишка. Хотели снять смешное видео про русских. Вышло не смешное. Про себя. Наши солдаты по техе ради научили танки танцевать вальс. А некоторые граждане вот так отмечают День Победы. Как проехать на Берлин? Куда? А что случилось? С 9 мая! Танк собран на коленке из мотороллера. Вообще в гаражах наших соотечественников все удивительным образом сохраняется и преображается. Виктору Георгиевичу 84 года, а его красавице Волге 34. Пенсионер гордится. На ней даже краска заводская. Вот так и нахрен. Понял? Ух ты! Все, родной. Включая этикетку. Виктор Георгиевич верит только в советский автопром и свою красавицу ни на какую иномарку никогда не променяет. Дом лесничего Михаила Коршунова в поселке Северная Грива. Тут и Владимир Ленин с двуглавым орлом на калитке. Иосиф Сталин с Владимиром Красносолнышко на фасаде. Все герои художника – исторически важные персоны. Михаил уверен, без прошлого нет будущего. О том, как выжить голому в тайге и где водятся самые частные сотрудники ГИБДД, смотрите через несколько минут. Далее в засекреченных списках. Шпильки в гололед и королевская осанка. Как отличить россиянку от иностранки? А наш, в результате, не надо, найдет как фонарь, да? По улице и светит. Опыты на себя. Самые бесстрашные эксперименты. На это способны только русские. Не повторять. Нам надо культимировать русскую дикую мысль. Ушел от жены на охоту в одних трусах. Житель какой страны способен на такое? Да куда-куда, на охоту? И прямо сейчас. Что делают русские, чтобы не опоздать на работу? Иностранцы в шоке. Если мы спешим, то сядем на велосипед, не снимая лыж. И люди на переполненном эскалаторе смотрят на этого парня без удивления. Эта невозмутимость и даже некоторая суровость русского человека всегда шокировала иностранцев. Русские люди настолько невозмутимы, что даже когда в ресторане появляются грабители, продолжают спокойно отдыхать. Блогер и путешественник Сергей Доля уверен, что настоящий русский дух можно познать только там, где температура падает ниже 40. Там самые большие морозы, но там люди с самыми горячими сердцами, с самыми открытыми душами. Потому что всегда, когда ты видишь там человека, он всегда остановится, он всегда тебе улыбнется, он всегда спросит, все ли у тебя хорошо и не нужно ли чем-то помочь. И там, несмотря на то, что вокруг суровая природа и суровые условия, ты чувствуешь себя более защищенным, чем в джунглях Москвы. Защищенным, даже если ты в одних трусах зимой и в лесу. Именно таких людей можно встретить на русском севере. Жена всю одежду спрятала, фуфайку, сапоги, все спрятала, убрала. Так за волками, а куда? Не холодно же, весна, солнышко вам, жена. Ребята предлагают парню куртку, но страстный любитель пострелять от помощи отказывается. Тот случай, когда охота пуще неволи. Иностранцам этого не понять. Четырехкратный победитель турнира, самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин рассказывает. Секрет силы духа во взаимовыручке. Огромная территория. Невозможно, знаете, в любую точку прилететь, значит, самолет МЧС или там пожарная или скорая. Всегда на помощь приходит человек. Приходит, как правило, сосед. А соседи кто? Соседи это русские, это татары, башкиры, украинцы, буряты, якуты. Не зря же говорят, лучше иметь одного хорошего соседа, чем дальнего родственника. Поэтому я считаю, в этом секрет и выживаемость, и силы русского человека. Этот рыбак готов отдать весь свой улов голодной медведице, потому что в берлоге ее ждут малыши. Вообще у россиян с Топтыгинами всегда были особые отношения. Косолапый один из самых умных хищников в природе. Ты его научил ездить. Чекотно, Мансур. Мансур потерял маму, а сотрудники аэродрома Орловка выкормили его и теперь считают своим талисманом. И мое представление, русский человек, это все-таки не генетика, да, это такое этическое понятие. То есть я тоже могу сказать, что я русский человек, все люди, живущие на территории нашей огромной страны. У нас, несмотря на то, что мы имеем разные происхождения, мы по духу и по образу жизни, мы русские люди. То есть русские – это образ жизни. Часто этот образ жизни попадает на камеру видеорегистраторов и вызывает гордость у десятков тысяч россиян. Вот мужчина из внедорожника жалеет водителя старенькой семерки, застрявшей в снегу. Приподнимает машину и скромно удаляется. Казанский сотрудник ГИБДД помогает инвалиду перейти дорогу. Но валит снег, и костыли скользят. Офицер берет дедушку на руки и переносит его не только через дорогу, но и через сугроб. Кинорежиссер Карен Шахназаров считает, главная черта русского человека – оказываться в нужное время и в нужном месте. У нас все, как говорится, по счастливой случайности. Свой особый путь однозначно и своя судьба – это не значит, не делает нас, я не говорю, что мы хуже или лучше. Мы просто, да, особые, со своим каким-то особым взглядом. И в этом прелесть. Недавно канадские ученые провели исследование. Они изучили влияние климата на характер человека. И оказалось, чем холоднее вокруг, тем у людей меньше агрессии и выше интеллект. Может быть, те, кто называют нас «крэйзи рашен», именно в силу разницы температур не способны понять, что это такое русский дух. Сегодня он на пятом месте засекреченных списков. Далее в программе. Как порадовать даму сердца. Стоит камень в форме фаллоса. Если женщина дотронется до этого камня, то обязательно забеременеет. Зачем уральские бизнесмены так часто ходят на гору Аркаим? Это гора денег или денежная гора. Звезды Голливуда разыскивают своих русских бабушек и дедушек. Все гордятся. Все буквально. Никто бы там не искал своих предков, если ему это было не нужно. Дадут ли, помыли Андерсон, гражданство нашей страны? Мне нравится приезжать сюда, в Россию. Много поколений назад в моей семье по линии мамы были русские. Каких трех русских слов хватает Стивена Сигалу для путешествий по России? До свидания. К этому озеру едут со всего света. Оно лечит ото всех болезней. Как найти этот водоем? Многие везут с собой воду, которую потом употребляют просто как лекарство. От всех болезней. А прямо сейчас, как русский Голливуд построили? Русский Голливуд. Как такое возможно? Звезды американской фабрики грез гордятся своими корнями и неплохо говорят на родном языке. Спасибо. Я тебя люблю. Это смешное кино. Очень смешное. Нет, я не дам вам свой пароль в Wi-Fi. Нет. В Голливуде вообще считается, что где-то половина Голливуда – это выходцы из России. Те или иные корни обязательно практически у кого-то есть, и они этим всем гордятся. Еще бы. Ведь многие отцы-основатели фабрики грез – выходцы, внимание, из Российской империи. В начале прошлого века в Америке собрались самые талантливые и рисковые русские, чтобы создать ту самую американскую мечту. Кинематограф, как и нарождающийся Бродвейский театр, конечно, был таким местом, куда устремлялись самые энергичные, самые предприимчивые, самые изобретательные. Скажем, империя Warner Brothers – это империя, которая была сложена людьми с фамилией Ворон из, в общем, маленького местечка Витебской нынешней области. Действительно, Голливуд, если считать исторически, в большей степени создавался выходцами из Российской империи. Это и Шенкент, и Майер, и, в принципе, и Warner Brothers – тоже выходцы из Российской империи. Еще одни братья Николай и Джозеф Шенкеры из города Рыбинско-Ярославской области в 1893 году скопили на два билета в один конец и отправились покорять Дикий Запад прямо из-за аптечного прилавка. Переделав фамилии и имена на более привычный американский манер, Николас Шенкер стал президентом Мэтра Голдуин-Майер, а Джозеф Шенкер открыл миру Чарли Чаплина и, влюбившись в Мерлин Монро, создал кинокомпанию «20-й век Фокс». Но вряд ли у этих амбициозных парней получилось бы встать у руля мирового кинематографа, если бы не русские режиссеры, сценографы и педагоги. «Актерская школа американская, она во многом связана и с тем, что Станиславский вовремя приехал на гастроли в Соединенные Штаты Америки». Не потому ли на Западе любят экранизировать именно русскую классику? Книги Льва Толстого, Антона Чехова, Федора Достоевского в США и странах ЕС издаются, включаются в школьную программу и неизменно пользуются популярностью. А голливудские звезды ищут и находят. Кто про бабушек из Балагова, кто про дедушек из Владивостока. А у кого и вовсе до сих пор сохранилась квартира в Туле? «Русский Голливуд» на четвертом месте засекреченных списков. Американскую певицу Николь Шерзингер на самом деле зовут Прасковья. Это имя она получила от бабушки, которая родилась во Владивостоке. Дедушка Майкла Дугласа тоже русский. Он эмигрировал из страны перед русско-японской войной. Настоящая фамилия Гвинет Пелтроу – Палтрович. Она потомок известного раввинского рода из России. А Памела Андерсон всерьез интересуется, можно ли получить гражданство нашей страны, если прабабушка была русской. Мне нравится приезжать сюда, в Россию. Много поколений назад в моей семье по линии мамы были русские. Я чувствую некую общность с русскими людьми, с их культурой. И мне нравится, что русские любят доводить дела до конца. У меня есть канадские и американские паспорта. Почему бы мне не получить еще российский паспорт? Кстати, насколько легко получить российское гражданство? Американскому актеру и продюсеру Стивену Сигалу пришлось полгода путешествовать по Калмыкии, Якутии и Республике Тыва, чтобы найти и изучить русские корни, и лишь затем получить вожделенный документ с двуглавым орлом. В своих интервью актер рассказывает, что хотел бы проводить в России несколько месяцев в году. Да и с русским языком у Сигала, судя по всему, проблем нет. Хорошо выглядишь. Ты тоже прекрасно выглядишь. Сразу хочу пустырь. Пи***ь. До свидания. А вот французский актер Жерар Депардье, который также имеет гражданство нашей страны, даже проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в посольстве в Париже. Для меня было, например, дикое удивление, когда я узнал, что Вупи Голберг, звезда фильма «Призрак», где она играла с Деми Мур и Патриком Суэйзи, она тоже с российскими корнями. Это, ну, это классно. Прабабушка Вупи Голберг действительно владела ювелирным магазином в Одессе. А мама Милы Йовович, актриса Галина Логинова, родом из Тулы. Да и сама Мила не упускает шанса признаться в любви к России. Ведь первые пять лет своей жизни она прожила в Советском Союзе. Милая ребенка! Спасибо. Не вижу вас, но я тоже люблю вас, честно. Еще хочу сказать, Россия, я верю в вас. Какие еще звезды Голливуда имеют русские корни? И почему Леонардо Ди Каприо хочет сыграть вождя мирового пролетариата? Об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами. Далее в засекреченных списках. Туда едут повышать потенцию и за деньгами. Святые места России. Они в топе по всему миру. Ад и рай. И перемешаны между собой. Почему Дональд Трамп вернул русскую литературу в школьную программу? Толстой был близок к очень таким, ну, если угодно, морализаторству. Такой очень понятной моральной позиции. Как русский режиссер научил американцев снимать кино? В Голливуде наших старых мастеров уважают больше, чем у нас в России. И почему на Западе любят именно русскую классику? Смотрите прямо сейчас. Только в засекреченных списках. То, что сделано в России. Бабушку Леонардо Ди Каприо звали Елизавета Смирнова. Она родом из Перми. После революции семья эмигрировала в Германию. А оттуда в США. Актер говорит, что в трудные минуты всегда вспоминает о русских корнях. Ди Каприо прекрасный актер. И вот, знаете, вот здесь мне кажется интересная история. Вот я считаю, что его потенциал такой, что можно ему приписать знания интуитивные или полученные знания системы Станиславского. Абсолютно. Он может играть в все. И вот здесь какая-то есть связь с русской культурой выше, чем просто третье поколение его бабушек, дедушек. Сильвестер Сталлоне, Дайстин Хоффман, Майкл Дуглас, Каррисон Форд, Дэвид Духовный, Натали Портман и многие другие звезды Голливуда все чаще вспоминают о том, что их предки когда-то жили в России. А экс-министр культуры России, знаток театра Михаил Швыткой уверен, все американское искусство началось именно с нас. В 1922 году в Америку приехал Московский художественный театр. И Америка заболела Станиславским, Америка заболела Чеховым, Америка заболела великими артистами художественного театра, она заболела Немиройчим Данченком. В начале 40-х годов племянник русского классика актер Михаил Чехов открыл в США школу драматического искусства, которую с успехом закончили Мерлин Монро, Марлон Брандо, Клинт Эйствуд и Энтони Куин. У них, понимаете, такое мнение, что все, что связано с Россией, это значит высокое интеллектуальное. И даже сейчас, когда, скажем, проходят просмотры претендентов на «Оскар» в фильме, обычно собирают очень старых пенсионеров, звезд разного рода, голливудских, которые живут в пансионатах. Есть у них такая особенность. Первый отбор, отсеивание проводят именно они. И вот эти бабушки и дедушки, очень преклонного возраста, когда слышат, что какой-то русский автор, русский фильм попадает на предварительный просмотр, они идут туда с придыханием. Они считают, что это новый Эйзенштейн. Анна Каренина – самое экранизируемое литературное произведение в мире. 30 фильмов. Из них в России только 7. Американцы даже несколько раз пытались переписать его финал, завершив историю хэппи-эндом. Мел Гибсон приступил к экранизации романа эпопеи Льва Толстого «Война и мир». При этом ушел в творческий отпуск на несколько месяцев, чтобы досконально изучить произведения и все исторические события, связанные с ним. По свидетельству журналистов, он закрылся с романом в своем доме и вообще перестал появляться на публике. Так увлекся работой. Леонардо Ди Каприо мечтает о роли Владимира Ильича в фильме «Ленин». Дональд Трамп начал масштабную реформу образования и вернул в список обязательной школьной программы русских писателей Антона Чехова, Льва Толстого и Федора Достоевского. Именно поэтому русский Голливуд попал на четвертое место нашего проекта. Далее в засекреченных списках. Деревья, растущие из камней. Огромные ягоды и вязкий воздух. Святые, исцеляющие места России. Как их найти? Всей поверхностью кожи можно ощутить, как тебя это место начинает двигать. Самые невероятные и дерзкие открытия наших ученых. Ну, например, способ охлаждения атмосферы планеты Венера. Почему феминизм России не страшен? Русская женщина обучена показать, что она может себя защитить. Неужели у нас матриархат? Все равно, что называется, дамы рулят. Как отличить русскую красавицу от иностранки? А наш взгляд этот финал найдет, как фонарь, да? По улице и светит. И почему русские невесты отказали богатому бразильскому жениху? Впереди самое главное. Еще три строчки засекреченных списков. 34-летний Родриго Альвес, более известный как «Живой Кен», перенес более 60 пластических операций, чтобы стать мужчиной-мечтой. Недавно он приехал в Россию искать себе невесту. Как пишет Родриго на своей страничке в соцсетях, потому что именно русские женщины – самые красивые в мире. Представительницы прекрасного пола на такую инициативу отреагировали однозначно. Русская барышня – это не Барби. Она и коня на скаку остановит. И даже вытолкнет его из сугроба, не боясь испортить модный наряд. Русская красавица Татьяна Пикалова. Кто бы мог подумать, что эта ухоженная, спортивная девушка участвует в гладиаторских боях. За Таню всеми болею своими местами, какие есть. Вот так! Пихни ее! Пихни, кучнись! И входит в книгу рекордов Гиннесса. Давай, давай, давай! Давайте поддержим, поддержим! Давай, Танюш! Здесь важно именно внутреннее свое ощущение. То есть ты можешь выбрать любой вид спорта, но как ты внутренне себя чувствуешь. Сейчас Татьяна планирует буксировать самолет. Конечно, нежно и чувственно. Русская женщина обучена показать, что она может себя защитить. Вот это тоже очень важный вариант. Она будет помогать мужу защищать свой дом и своих детей. Только русская женщина может легко перейти от скоростной нарезки салата на 50 персон на столь же скоростную разборку автомата Калашникова. Вы знаете, у нас в стране жесткий патриархат, управляющий не совсем видимым матриархатом. Потому что все равно, что называются, дамы руля. Всем привет! Я Наталья Фрейдина, пилот гоночной серии GK Racing. Занимайтесь автоспортом. Эта блондинка за рулем даст фору любому мужчине. Наталья Фрейдина – один из самых перспективных пилотов Азиатско-Тихоокеанского региона. Да, еще эта хрупкая гонщица увлекается боксом. Постыдно и некрасиво и пошло рассматривать женщину с точки зрения ее внешности. Ведь даже когда мы говорим о красоте, настоящая красота – это красота души. Загадочную душу русской красавицы пытаются постичь иностранцы всего мира. Например, канадский блогер Джастин два года жил в Санкт-Петербурге. Проехал всю Россию от Архангельска до Владивостока. Ну, когда русская девушка говорит, да нет, наверное, это может значить да или нет, или наверное, никто не знает. Вот, например, ты спрашиваешь ее, хочешь, чтобы я тебе купил это дорогое платье? И если она ответит, да нет, наверное, это не как обычно значит нет, это значит да. Модели Анастасии Квитко богачи всего мира предлагают и платье, и машины, и ключи от вилл, и сердец. На Западе ее называют русской Ким Кардашьян. И тут, когда видишь русскую девушку, ты сразу можешь сказать, что она русская, так как она очень красивая и натуральная. Потому что по ее лицу не скажешь, что она какую-то операцию сделала или еще что-то. Парадоксально, но факт. Согласно опросам, 95% русских женщин считают себя некрасивыми. Но, скорее всего, это они просто кокетничают. Достаточно вспомнить, что именно русские красавицы-эмигрантки начала 20 века превратили работу модели из рабского труда в престижное и высокооплачиваемое занятие. Наталья Иполей, Мария Эристова, Нина и Мия Боленские, Тея Бобрикова. Около 100 лет назад задали миру тренд русской красоты, который до сих пор не могут превзойти женщины ни одной другой страны. Русские женщины. На третьем месте засекреченных списков. Подруга или жена россиянка. Звездная мода последних лет. Эдриан Броуди, Микки Рурк, Мел Гибсон, Джим Керри, Бенедикт Камбербэтч, Брэдли Купер. Все они в восторге от русской красоты. Недавно и Криштиану Роналдо был замечен с очередной моделью из России. Ну вообще, если у тебя жена русская, это престижно. Это значит, что ты уже в жизни чего-то добился. Если ты сумел покорить сердце русской женщины. Журналист Дарья Асламова считает, это от того, что наша женщина умеет подать не только борщ, но и саму себя. В отличие от иностранок. Мне жалко, когда я смотрю на скандинавских женщин. Они очень природно красивые. Ну просто, если они одевают мешковатые штаны, мешковатую рубаху, короткострижные волосы, ноль косметики, то ее надо разглядеть. А наши взгляды не надо, она идет как фонарь, да, по улице и светит. Причем, я вначале возмущаюсь, что мне всегда, всегда безошибочно определять, что русская. Я думаю, чего удивляет. Я пользуюсь большим количеством косметики. Яркий макияж, яркие вещи. Ну кто это? Русская. Русская Ким Кардашьян Анастасия Квитко живет и работает в США. Рассказывает, американки даже яичницу мужу приготовить не могут. Просто потому, что не умеют. Они не хозяйственные, они больше любят работать, добиваться каких-то своих целей. Они не предназначены для какой-то даже семейной жизни. Они не хотят рожать, не хотят ухаживать за домом, за мужем. Русскую женщину видно за версту. Она ходит на каблуках по гравию, брусчатке, грязи и льду. При этом россиянка будет стараться держать осанку королевы и не падать хотя бы духом. Аккуратней, б***ь, ты сейчас упадешь. Вставай, вставай, вставай. Недаром видео уроки о том, как всего за каких-то 40 минут стать похожей на звезду Голливуда бьют рекорды популярности. Как превратиться из чудовища в красавицу? Бьюти-советы от советских бабушек, кстати, тоже по востребованности не отстают. Набираем лугу, растушевываем, чтобы личико было гладкое. Ведь наши дамы преклонного возраста помнят, что первый фен был сделан на оборонном предприятии на основе пистолета. На карандаш для стрелок надо было три раза плюнуть. А эпиляцию ног делали зажженной литературной газетой. В ней было больше страниц, чем в «Правде» и «Известиях». И потому она дольше горела. Наша женщина примененными средствами умеет выглядеть дорого. Как будто они купили вещи в очень дорогом магазине. И в таком дорогом виде наша женщина может за ремонт приняться. Машину из грязи достать, бревна носить и колеса менять. Остается один вопрос. Что же в этот момент делает русский мужчина? Об этом смотрите через несколько минут, только в засекреченных списках. Далее в программе. Святая русская земля. Как наши озера исцеляют людей? В одном из этих озер находится меркаба. То есть это некий кристалл энергетический. Зачем американцы массово скупают билеты на игры Марии Шараповой? Образ глупой. Реальность или продуманная стратегия? Как русская женщина приручает мужчин? Пришла на эту встречу девушка такая. Ласками хлоп-хлоп, губками шлеп-шлеп. Вот такая и нужна успешность мужчина. Можно ли управлять богатырем? Инструкция по применению от красоток из России. И даже если великая мать изображает, что она его там верная супруга и тихая служанка, на самом деле она правит им все цело. А прямо сейчас почему японцы плачут от восторга при виде российской фигуристки Евгении Медведева? Россиянка Наталья Молчанова стала первой женщиной-дайвером, которая преодолела отметку погружения в 100 метров. Советская летчица Марина Роскова поставила рекорд по дальности одиночного перелета. Муза Малиновская – рекордсменка в прыжках с парашютом. Советской легкоатлетке Галине Чистяковой принадлежит действующий и сегодня рекорд по прыжкам в длину. А на счету у двукратной олимпийской чемпионки Елены Исенбаевой – 28 мировых рекордов. Но кроме этих достижений, россиянки удивляют весь мир и другими способностями. Японские болельщики визжали от восторга, когда двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 Евгения Медведева исполнила танец по мотивам аниме «Сейлор Мун». Но настоящим кумиром наша 18-летняя звездочка стала после того, как прочла журналистам стихи на японском языке. Анастасию Брызгалову, завоевавшую вместе с мужем Александром Крушельницким первую медаль в истории российского керлинга, западные СМИ назвали русской Анжелиной Джоли. После Олимпийского триумфа в ее подписчиках оказались мировые знаменитости и звезды шоу-бизнеса. Но сама спортсменка и просто красавица признается – светская тусовка ей неинтересна. Девушка планирует стать многодетной мамой и открыть приют для бездомных собак. Американцы ходят на теннисные турниры. Не ради самой игры, а чтобы послушать крики Марии Шараповой. Экс-первая ракетка мира настолько популярна, что про нее даже делают мультфильмы. Ну вот если вы обратите внимание, как наши спортсменки Курникова, Шарапова, то есть эти люди, эти девушки, которые ушли уже, казалось бы, из большого спорта, а все равно остаются в тренде. То есть это все девушки, это все люди с очень мощной харизмой. Русские красавицы очаровательны, даже когда говорят глупости. В детстве я мечтала быть стюардессой, но опять же, поскольку все мои мечты, они какие-то у меня неглубокие и надолго не остаются у меня в голове, поэтому я не помню, насколько сильно я мечтала. Кто снял джентльмены удачи? Какой-нибудь Стивенс Гилверк. Известный ловелас и певец Андрей Ковалев уверен, эти девушки специально прикидываются глупенькими. Успешный мужчина с утра и до ночи встречается с умными мужиками, решает огромное количество вопросов, ему нужно всегда быть там. Его ум все время работает, мозг работает. Он все время должен какие-то ситуации разруливать, он все время должен мыслить. Если он приходит домой или пошел в кафешку с девушкой, познакомился в интернете, и она начинает ее опять грузить этими всеми умными вещами, которые заставляют его мозг опять работать, он скажет, ух, надо что-то попроще. Пришла на эту встречу, девушка такая ласками хлоп-хлоп, губками шлеп-шлеп. Вот такая и нужна успешная мужчина. Настоящая русская женщина сама и огород вскопает, руководствуясь мудрыми советами мужа. Что там огород? Русские барышни в мини-юбках и модельных туфлях могут нейтрализовать грабителя, пока мужчины снимают все происходящее на телефон. Русские женщины останавливают коня на ходу и гасят пожар. Что делают в это время русские мужчины? Это непонятно на самом деле, потому что, может быть, они просто полагают им, останавливают коня, держат уздечку или подносят воду для тушения пожара. То есть они явно имеют какой-то подсобный характер, хотя считают себя пугом земли, но на самом деле наши женщины вежливы, деликатно не стремятся разрушить эту иллюзию и доказать, что речь идет об инфантильных придурках. А ведь секрет феномена русской красы, которая и приготовит, и детей вырастет, и машину починит, в том, что мужчин в стране на 10 миллионов меньше, чем женщин. Что у нас с времен гражданских войн, потом Великой Отечественной войны и так далее, у нас преобладает женское население очень сильно над мужским, то есть, соответственно, развивается бешеная конкуренция. Многие века на Руси почитали Богородицу, которая милосердно защитит и поможет в любой ситуации. И каждая женщина нашей страны уже тысячу лет примеряет этот образ на себя. А русские мужчины к этому просто привыкли. И даже если великая мать изображает, что она его там верная супруга и тихая служанка, на самом деле она правит им все цело, а дает ему свободу, просто как котенку, которая всегда рано или поздно вернется к блюдечку и к маминому валенку. Возможно, русская женщина взвалила на себя слишком много обязанностей. Она идеалистка. Хочет быть красивой, как Наталья Водянова. Петь, как Анна Нетребко. Танцевать, как Майя Плесецкая. И оставаться при этом милосердной, как святая Матрона Московская. Именно поэтому русские женщины занимают третью строчку нашего списка. Далее в засекреченных списках. В чем секрет русского кулибина? Почему он изобретает одно, а получает другое? Попов, на самом деле, был спиритом. Он изобрел радио, поскольку он хотел общаться с мертвыми. Придумывают русские, а деньги получают американцы? В нашей стране есть люди, которые напрямую работают, ангажированы западными структурами. На какой горе можно повысить потенцию и найти себе жену? Значит, мы вернулись с Алтая 20 июля, а познакомились с мужчиной моей мечты 26 июля. Это было через 6 дней. А прямо сейчас? Почему Стивен Хокинг восхищался русской инженерной мыслью? Впереди самые невероятные открытия, сделанные в России, о которых мы даже не подозреваем. Недавно умерший британский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг оставил человечеству страшные пророчества. Нас не будет на Земле уже через каких-то 200 лет. И виной всему изобретение современной цивилизации. В частности, Хокинг предсказал, через полвека человечеству придется переселяться на Венеру или Марс в связи с нехваткой ресурсов на Земле. Но русские изобретатели уже проанализировали такую возможность и подали заявку на патент. Ну, у нас, да, наряду с такими традиционными изобретениями часто встречаются, может быть, даже курьезные. Ну, например, способ охлаждения атмосферы планеты Венера или способ подогрева атмосферы планеты Марс. Стивена Хокинга не раз, бывшего в СССР, всегда удивляли русские инженеры и ученые. В частности, он был шокирован тем, что Советский Союз смог обогнать США в космической гонке. У американцев там взлетела Falcon Heavy, отправила непонятно куда автомобиль Тесла. Но при этом, если мы вспомним, что в 60-е годы и Королев, и его американские коллеги планировали строить корабли с ядерными двигателями, которые могли бы летать не за два года на Марс, а за неделю на Юпитер. Все новое западное — это хорошо забытое старое советское. Именно мы изобрели радио, телевизор, вертолет, автомат, лампочку, дирижабль, 3D-технологии. Но вот парадокс — весь мир приписывает себе русские открытия. А наши умельцы остаются бедными и безвестными. Может быть, потому что мы можем придумать, но не умеем это продать? Русские левши на втором месте засекреченных списков. На просторах Всемирной Сети можно подсмотреть, как велодрезина может легко стать экологическим транспортом в заповедниках и национальных парках. Количество устройств для колки дров у русских умельцев просто зашкаливает. Например, это можно делать ковшом эскаватора. Такая забава стала чуть ли не национальной игрой русского севера. Палюс суй. Это дрова на шашлык готовил. Потом балагарок их попилить по кусочкам и всё. Казалось бы, всё это абсолютно бесполезное устройство забавы ради. Но если начать вспоминать, получается, большая часть мировых открытий была сделана совершенно случайно. Русские люди стремятся придумать вечный двигатель или какой-то вот ещё другой инструмент для общения с мёртвыми. Ведь Попов, на самом деле, был спиритом. Он изобрёл радио, поскольку он хотел общаться с мёртвыми. Целковский создавал свои аппараты, потому что он видел на небе, как инопланетяне оставляют ему послание из облаков. Русский философ Александр Дугин уверен, наши изобретатели слишком увлечены своей работой, поэтому и не думают о деньгах. Ни один русский изобретатель не ставит перед собой такой меркантильной целью, что-то заработать. Он изобретает, потому что он по-другому не может. Он не может не изобретать. Он живёт вот этим. Полковник запаса ФСБ Юрий Курносов рассказывает. В России за каждым изобретателем следят сотни хищных глаз. Стив Джобс и Билл Гейтс сделали миллиарды на том, что было придумано именно в нашей стране. Принято считать, что персональный компьютер в 1975 году, Apple Computers такая была фирма американская, считается, что первенство, что это они изобрели. На самом деле всё не так. Значит, ещё в 1968 году наши сибирские учёные в Омске, значит, был такой Арсений Горохов. В 1968 году советский инженер Арсений Горохов изобрёл машину под названием «Устройство для задания программы воспроизведения контура деталей». Сам изобретатель назвал аппарат «интеллектором». Через два года после появления на свет схему «интеллектора» опубликовали. А ведь советские научные публикации в США всегда переводили с особым вниманием. Житель МИАСа Виктор Бурлеев работает над созданием вечного двигателя. Пока получилась только оздоровительная камера из бронзы и алюминия. Но побывавшие в устройстве уверяют, оно работает ещё и как машина времени. Перед глазами появляются картинки из детства. Русские славятся не только серьёзными научными открытиями, но и необычным решением бытовых проблем с помощью самых неожиданных конструкций. Это называется смекалка. Кстати, это слово не переводится ни на один язык мира. Только смекалка позволяет послать дрон загорячительным. Сэкономить спальное место в квартире за счёт ванной. Обезопасить соседей от потопа, подсоединив стиральную машинку к унитазу. Увеличить полезную площадь для приготовления пищи с помощью канализационного люка. Именно русские кулибины изобрели летающую тарелку, топливо на водной основе и освоили беспроводную передачу электричества. Когда люди смогут летать, как птицы, расскажем через несколько минут. Далее в программе. Зачем уральские бизнесмены так часто ходят на гору Аркаим? Мистическая Россия поражает. Это огород денег или денежная гора. Огород будущего. Новейшие разработки российских биологов. Идея выращивать растения в земле, она уже давно устарела. Самые дикие эксперименты на себе. Русские, как обычно, жгут. Нам надо культивировать русскую дикую мысль. А прямо сейчас. Зачем новосибирский физик заставляет камни летать? Самое интересное впереди. Засекреченные списки и то, что сделано в России. Это не фокус, не обман зрения и не видеофейк. Камни действительно летают. Автор изобретения Денис Шепель с гордостью демонстрирует свою установку для левитации. Пожалуйста, нет сверху никаких препятствий. Ни вокруг, ни снизу. Это самая настоящая левитация без возмущения окружающих средств. Денис рассказывает. Идея возникла, когда впервые он увидел китайские и японские поезда на магнитной подушке. И сразу загорелся. Сделать такой же состав, но без рельсов. Ученый уверен, на основе его разработки можно построить экологический транспорт будущего. Но Денис не единственный, кто заставляет предметы летать. У нас есть даже создатели летающих тарелок. В Саратове в свое время был изобретен так называемый «Экип». Значит, это летающая тарелка наша, которая... Принцип такой, что, ну, представляете, там, с 10 километров падает самолет и не разбивается. Он как листочек вот так вот планирует и может садиться и на воду, и на болото. И главное, летает это устройство на обычной воде из-под крана по принципу пароварки. Сейчас «Экип» проходит испытания на безопасность. Ученые считают, что лет через пять подобные конструкции смогут поступить в продажу для частной авиации. У нас изобретения, они на каждом шагу, их много. Вот, и они касаются, вот, ну, допустим, один сибирский изобретатель, он изобрел инвалидную коляску на таком гусеничном ходу, который может по лестнице ездить. Иван Невзоров 17 лет назад получил травму спины и с тех пор работал над коляской вездеходом. В проект вложил собственный миллион рублей. Четыре года назад талантливого сибиряка заметили и пригласили работать в Сколково. Теперь коляски на гусеницах можно встретить по всей стране. А Иван открыл собственную компанию и занят новыми разработками для людей с ограниченными возможностями. Любовь Кирий патентует российские изобретения. Говорит, что сейчас настоящий изобретательский бум. Около 40 тысяч заявок в год. Среди недавних громких открытий – бинты заживляющей раны, вакцины от лихорадки Эбола, болезни Альцгеймера и технология штопанья дыр в космических кораблях. Они придумали, как это делать оперативно и без потери, например, кислорода. Мы были обрадованы и гордимся, и горды часто бываем, когда к нам подают заявки в серьезных областях. Москвич Вячеслав Зайцев добровольно стал человеком-киборгом. Он зашил себе в руку чип от проездного и теперь ездит на городском транспорте, оплачивая проезд легким движением руки. По большому счету, Зайцев поступил так же, как советский ученый начала 20 века. Александр Богданов поставил эксперимент на себя. Врач Богданов переливал себе кровь студентов, и они вместе наблюдали результаты. Первый русский гематолог умер во время 11-й процедуры. Ведь в то время еще не знали, что такое резус-фактор и резус-конфликт. Так вот, на мой взгляд, нам надо культимировать русскую дикую мысль. Просто пусть Конгресс устраивать. Не надо наших, как бы сказать, вот этих, как бы, бредовых изобретателей не ставить им конкретные задачи, потому что ничего из этого не получится. Не ограничивать их. В преддверии дачного сезона у пользователей сети чемпионат страны среди дачников-изобретателей. Подготовки балкона для рассады. Кто во что гораст. Вот, это наша труба. Сейчас мы это все дело соединим и соберем в готовую уже емкость, которую будем потом наполнять водой. И вот в эти отверстия мы будем вставлять горшки. Ну, вот уже часть горшков установлена. И видно, как там внутри потихоньку жизнь кипит. А уж по части уборки урожая русским умельцам нет равных во всем мире. Простая сетка рабица и культиватор. Скапывать землю на фазенде лучше всего саперными лопатками, привинченными к трактору. Футуролог Данила Медведев уверен, огород будущего вообще будет висеть в воздухе. Ну, если говорить про сад и огород, то идея выращивать растения в земле, она уже давно устарела. Мы все, наверное, слышали слово гидропоника, когда выращивается растение в воде. Но на самом деле любые растения можно выращивать без почвы. Более того, есть следующий шаг, это аэропоника, когда растения выращиваются в тумане. Ученые-футурологи считают, все сумасшедшие изобретения российских ученых и любителей в конце концов приведут к удивительным результатам. Я как футуролог, как трансгуманист могу предсказывать, что в 21 веке человечество победит смерть, выйдет, наконец, нормально в космос, уже на нормальных ракетах и двигателях, изобретет искусственный интеллект. Судя по всему, ждать осталось недолго. Одна из корпораций по разработке программных продуктов уже получила патент на использование человеческого тела в качестве компьютерной сети. Благодаря проводимости тканей, из них можно сделать канал для передачи информации, утверждают авторы заявки. А ученые из Зеленограда уже научились это делать, причем силой мысли. Электроды на специальной шапочке считывают импульсы с коры головного мозга и по проводам передают в электронный мозг машины. Мы вплотную приблизились к созданию искусственного интеллекта, который, по прогнозам недавно умершего британского ученого Стивена Хокинга, приведет человечество к гибели. Но русские кулибины и тут, как всегда, что-нибудь придумают. Именно поэтому они на втором месте списка чисто русских достижений. Далее в засекреченных списках. Почему только в России исполняются все желания? Вся география Руси духовна. Все места русские являются святыми местами. На какую гору ходят за мужской силой? Есть такое местечко Плес, и там стоит камень в форме фаллоса. И что за русское озеро лечит от всех болезней? Куневские озера многие везут с собой воду, которую потом употребляют просто как лекарство от всех болезней. А прямо сейчас зачем французский пенсионер едет зимой в Магадан на велосипеде? Впереди лидер засекреченных списков. Россия резко поднялась в мировом туристическом рейтинге, обогнав дешевую Турцию. И даже Индонезию с ее белыми пляжами и вулканами оставила далеко позади. Причем сегодня иностранцы жаждут экстрима. Их манит не Москва и Санкт-Петербург со своими всем известными достопримечательностями. Алтай, Пермский край и Якутия. 61-летний француз Ив Шелуан в одиночку нынешней зимой проехал на велосипеде всю Восточную Сибирь. Это видео сняли случайные путешественники на подъезде к республике Саха. Там-то мороз в Якутске. Мороз? Да, знаю. А, сегодня тепло. А где это ночуете? Скоро-динок. А? Не, ночевать ночлег, если посреди дороги. Тепло? Да. Сердобольные сибиряки волнуются за французского дедушку. Потом назад, до Якутска и назад, да? Я в Якутске может быть... На Магадан? Да. Ох, е... А если волки, медведи? Э-э-э... Весь мир с опаской следил, как уже немолодой велотурист доберется до одного из самых холодных мест на планете – села Аймекон. Русский философ Александр Дугин, похоже, знает, почему некоторых людей тянет на такие подвиги. Вся география Руси духов. Все места русские являются святыми местами. Ну, есть, конечно, и... Есть более святые, а есть более такие адские. Но все являются священными. И те, и другие. Загадочные места нашей страны, которые исполняют желания, дают силу или наоборот отнимают ее – на первом месте засекреченных списков. Иностранные туроператоры размещают в своих буклетах загадочные рисунки на льду Байкала и круглые камни на острове Чамп. С подписью «Русская аномалия». А журнал «Форбс» недавно назвал «Эмский треугольник» лучшим местом для желающих увидеть инопланетян. Это местечко на границе Уральских гор и Пермского края. В мире первое место займет. Это энергетические кристаллы везде стоят. Это в России. Кавказ, Бурятия, Тува, Алтайский край. Там вообще штормят энергии. Но здесь я даже далеко ходить не буду. Вот в Подмосковье – Николина гора. Там огромный энергетический стол стоит такой успешности. Недаром на Николиной горе находятся, к примеру, дома семьи Михалковых-Кончаловских и физика Сергея Капицы, актера Василия Ливанова и многих других российских знаменитостей. Путешественник Антон Михайлов много лет прожил в горах Алтая и говорит, что там происходят странные, необъяснимые вещи. Вот такие вот ягоды малины. То есть огромные ягоды, здоровый, мощный куст. Ну, казалось бы, откуда? Это лес, там никто это не обрабатывает. Там никогда это не засаживает. Это дикое растение, которое там росло испокон веков. Есть места, где, например, растения растут на камнях. У меня вот есть одна из фотографий. Там можжевелый куст совершенно спокойно себя чувствует на гравике, на которой лежит камень, валун. И дает плодоносит. Есть места, где сосна растут прямо на булыжниках. Есть места, где деревья вырастают прямо из камней. Пьяный лес – это когда стволы деревьев причудливо изгибаются, будто бы в танце. Еще один признак места силы – уверены эзотерики. Такие удивительные растения встречаются в Калининграде, на Урале, близ Рязани. Словом, по всей стране. Объяснить этот феномен пытались ученые. Якобы всему виной насекомые. Они селятся строго на небольшой территории и поедают почки и свежие побеги деревьев. Будто бы из-за этого и происходит деформация стволов, а растения приобретают необычную форму. Но почему крылатые паразиты не распространяются на весь лес, а обживают небольшой его участок? На этот вопрос исследователи ответить так и не смогли. Зато многие рассказывают о необычных ощущениях под такими деревьями. Как будто поменялся состав воздуха, то есть он стал более, например, более гелеобразным. И вот уже в этом месте, если очень-очень-очень расслабиться и отдаться ощущениям, перцепции своей, то вот прям всей поверхностью кожи можно ощутить, как тебя это место начинает двигать. Некоторое место тебя закручивает, то есть тебе просто хочется крутиться и все. А ведь именно в таких местах раньше строили церкви. Найти источник энергии земли нашим предкам помогала интуиция. Они точно знали, где следует рыть колодец, строить дом или закладывать храм. Историк Виталий Калядинцев решил исследовать одну из таких территорий с помощью своего самодельного прибора. О, как вот он встает. Как он встает. Вот эта разница в 90 или в 180 градусов говорит о том, что мы находимся на очень интересном месте. Это место силы. В старинной церкви князе Боленских прибор сразу показывает. Храм построен в точке выброса мощных энергий. В центре храма нулевой поток. И вот это обмен энергиями плюса и минуса и создает благотворное состояние для проживания людей. Это постоянное закручивание энергии плюсовой и минусовой, и не янь, что рождает жизнь, рождает здоровье, рождает благополучие. По мнению экспертов, энергетику русской земли постоянно приумножает сила молитвы и веры. Жителей нашей страны. В России все является святым местом. Например, здесь монастырь, здесь какой-то святой источник. У нас святость священная разлита во всем. И присутствует она даже там, где, казалось бы, ей не место, а не должно быть. Интересно, что по тому же принципу наличия позитивной энергетики на Руси строили не только храмы и дома, но и конюшни. Ведь лошадь в плохом месте жить не будет. От доброго коня часто зависела жизнь русского человека. Если вдуматься, мы только сто лет пользуемся автомобилями, поездами и самолетами. А четыре тысячи лет до этого лошадь была единственным транспортом. И если верить старой народной легенде, конюшни и сейчас остаются местами мужской силы. Существует такое поверье, что для того, чтобы мужчина обладал мужской силой, то для этого надо ходить в конюшню с февраля по апрель, когда происходит основной брачный период у лошадей, наблюдать за ними. А вообще верховая езда для мужчин очень полезна. Сама по себе верховая езда. И она полезна тем, что это сидишь на седле, на лошади, и во время, особенно во время галопа, очень происходит сильный массаж промежности, там, где находится предстательная железа мужская. Поэтому для мужчин это очень полезно. Издревле считалось, что нужно минимум три ночи провести в конюшне с жеребцами-производителями. И обязательно наблюдать за тем, как они покрывают кобылиц. Не зря мужчин с выдающимися сексуальными способностями в народе называют не иначе, как жеребцами. Наша русская природа подарила нам невероятное количество мест, которые излечивают все болезни, уверены эзотерики. Например, знаменитые на весь мир пять Акуневских озер в Омской области. Даже древние индийские трактаты говорят, что эти водоемы рождены космосом. И, согласно индийским мифам, именно в этих местах проходила великая битва между богом Рамой и силами зла. И считается по преданию, что в одном из этих озер находится Меркаба. То есть это некий кристалл энергетический, который был подарен богами человечеству. И с помощью этого кристалла можно было гармонизировать пространство вокруг нахождения этого кристалла. А недавно ученые подтвердили, вода из Акуневских озер исцеляет от многих заболеваний, в том числе от импотенции. Силигер – система озер ледникового происхождения. Эта местность тоже окружена мифами и легендами. Говорят, один из водоемов до сих пор хранит сокровища хана Батыя. Но никто из тех, кто их искал, не смог достать до дна. Здесь же, около деревни Ботова, есть камень желаний с отпечатком огромной руки. По поверью, у всех, кто приезжает к Волуну, мечты становятся реальностью. А по другому древнему преданию, в этих местах спрятана святая скрижаль с предсказаниями древних старцев. Эта каменная плита лежит под землей. Через, может, 50, может, через 30. Может быть, кто-то будет обрабатывать землю и найдут эту плиту. И в этой плите на древнерусском записана вообще история Руси в будущем. Это записано было 500 или 600 лет тому назад. Изотерики обращают внимание. Если взглянуть на расположение мест силы в России, отчетливо видно, большая их часть находится вдоль наших границ, словно оберегает страну. Но как это объяснить? Об этом через несколько минут. Только в засекреченных списках. Далее в программе. Как порадовать даму сердца? Стоит камень в форме фаллоса. И существует поверье, что если женщина дотронется до этого камня, то обязательно забеременеет. Зачем уральские бизнесмены так часто ходят на гору Аркаим? Это гора денег или денежная гора. Псковский добряк. Как он помогал русским полководцам? Ему приезжал Александр Невский, Иван Грозный. И прямо сейчас самые неожиданные места русской силы. Это лидер засекреченных списков. Недавно в российском турбизнесе возникло целое направление. Энергетический туризм. Теперь молодежь медитирует не на индийских пляжах, а ныряет в святые источники России. Как и эти ребята из города Ужмур Кировской области. Температура воды этого источника плюс 4 градуса. Россия сохраняет. Раз, два, три. Культуролог Татьяна Олешкевич уже 10 лет организует нестандартные экскурсии по местам русской силы. По весне особенной популярностью пользуется город Плёс Ивановской области. Стоит камень в форме фаллоса. И существует поверье, что если женщина дотронется до этого камня, то обязательно забеременеет. И для мужчин этот символ, естественно, приносит мужскую силу, уверенность в себе, успех во всех делах. Волшебные камни, исполняющие желания, есть в каждом российском регионе. Бизнесмены и предприниматели, например, ездят к валуну по имени Добряк в Псковской области. Камень Добряк – это энергетический камень, который обладает сильной энергетикой. Он исполняет желания. К нему приезжал Александр Невский, Иван Грозный и другие великие люди. По легенде, именно гора денег в заповеднике Аркаим Челябинской области принесла миллиарды уральским металлургам. Главное – правильно загадывать желания. Перед тем, как подняться, надо мысленно представить, сколько денег нужно для полного счастья, рассказывают местные жители. Здесь много завязывают люди ленточек на кустарниках, для того, чтобы их желания исполнились, для того, чтобы стать миллионерами, открыть свое дело и быть успешными и богатыми людьми. Есть в России и сверхмощные территории, говорят эзотерики. Например, так называемый энергетический столб планеты. Это горный Алтай – слияние рек Чуй и Катунь. Начало мира – так называют его местные шаманы. Слияние Чуй и Катунь считается особым местом силы. Он впадает в нее. Происходит соединение энергии, присоединение стихии, соединение двух вод. Конечно, это особое место. Это место особенно хорошо для мужчин, потому что именно здесь они могут загадать абсолютно любое свое желание, связанное с силой, с могуществом, с волей, с красотой, с покорением женщин и женских сердец. По мнению тех, кто побывал в этих местах, алтайское начало мира изменило жизнь многих. Кто-то встретил мужа или жену, кто-то открыл успешный бизнес, кто-то перестал болеть. Но вот кинорежиссер Карен Шахназаров уверен, главное место нашей силы все-таки не в камнях, долинах и озерах. Оно в сердце русского человека. Наш народ, когда летишь вот так в Москву, в Владивосток, понимаешь, какое-то деяние совершенно немыслимое. То есть и совсем небольшими силами все это в единую собрать гигантскую страну. 11 часовых поясов, 4 климатические зоны. Над нашей страной никогда не заходит солнце. В России 190 разных народов и 4 официальных религии. Сказать, кто первым назвал священным то или иное место – мула, буддистский монах, православные старцы или древние шаманы – практически невозможно. Да и не нужно. Ведь от такого разнообразия наша русская аномалия становится только сильнее. За это она и занимает первую строчку засекреченных списков. Многие иностранцы смотрят на то, что делается у нас в стране с нескрываемым любопытством. И не просто так. Русское оружие, равного которому нет во всем мире. Причудливые автомобили, собранные в гараже, и вездеходные танкетки, которые мог бы смастерить только самый пытливый ум. Невероятные приспособления для вскапывания огорода и летающие камни, которые пока непонятно кому нужны. Как говорила императрица Екатерина II, «Русский народ есть особенный народ, который отличается догадкою, умом и силою». А поэт Константин Симонов ее дополнял. Упрямый народ. Если им однажды пришла в голову хорошая идея, они рано или поздно осуществят ее. Да с поистине русским размахом. Так в итоге и получается. Ведь все, что сделано в России, сделано хорошо и с душой. Редактор субтитров А.Семкин